Вопрос 1805. Седьмой тонн. В сказках говорится о змее Горенче многоглавом. Откуда этот персонаж? Есть ли что в истории об этом звере? Отвечает Игнатий Лапкин. Есть и неоднократно. Откровение 17,7. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Также мы читаем в житиях святых. Михаил, воин, 24 ноября. Когда святой окончил молитву и встал, то среди озера появился змей и, поднявши высокую голову и ударяя хвостом по воде, стал приближаться к берегу, раскрывши три своей пасти. Святый взял щит и меч и отсек лукавому три головы, с которым он показался. Змей же, свернувший хвост, ударил святого в правую щеку и левую руку и причинил ему раны. Михаил упал без сознания, но скоро очнулся и встал. Григорий, Амеретитский, 19 декабря. Один юный брат, посылаемый из монастыря на послушание, часто заходил в хорчебню, где, упиваясь вино, впадал в грех нечистой плотской страсти. И вот однажды, совершив обычный грех и возвращаясь через пустыню в монастырь, он зашел в неприходимое место, и здесь устремился на него большой змей, чтобы ужарить. Инок бросился бежать и уклонялся туда-сюда, желая избавиться от змея, но змей быстро настигал его. Когда же инок, наконец, был стеснен, что уже бежать было некуда, змею стремился, чтобы пожрать его. Но тут инок вспомнил о блаженной царе Елизвое и обратился к змею и сказал, «Молитве праведного и святейшего Елизвое, отойди от меня». Змей, как бы устыдившись святого имени Елизвое, остановился и Божьим повелением, получив человеческий голос, сказал инок. «Как я могу тебя пощадить, когда ангел Божий явился мне и повелел съесть тебя за твою нечистоту и грехи, так как ты, дав обет работать Господу в чистоте, оспирняешься грехом, свое тело, и тем прогневляешь святого духа». Инок, услышав змея, говорившего человеческим голосом и обличавшего дела, оставался безмолвом, трепеща и склятывая, умоляя змея пощадить его. И змей сказал ему, «Зачем ты заклинаешь меня? Ты сам прежде поклонись мне, что больше не исполнишь своего плотского желания, и тогда я оставлю тебя». «Поклянись, ты сам прежде поклянись мне». Инок стал клястый, говоря, «Перенусь Богом, живущим на небе, и молитвами честного царя Елизвоя, что не прогневая больше Господу, которого ныне я прогневал плотской нечистотой». Да, тут змей, от себя добавлю, змей, получается, ввел его человека в нарушение заповедей Божьей, не клястся ни Богом, никак не клястся. Он поклялся перед змеем. Почему все эти почему кладятся, возникают словно мусор, влезают, затемняют неясностью ум, и ты боишься их с презренным трусом? Но почему в стране хаос, бедлам, правители варьё, шпана, гиены, во храмах власть давно дана слам, за подвиг почитается измена? И почему Бог терпит эту фальшь, обман, катастрофическую ложь, горбатых издорогов рисуют в виде пальмы, пророков днём с огнём не обретёшь? Как, почему в истории из воин, проклятых революции подлога, на месте благовония лишь вонь, трусливых и корыстных слишком много? Не знаю, почему Бог допустил, не где-то в храмах править лицемером, и морят голодом поставленный пастей, по вечным судят, не имея веры. Но наши почему – вопрос к тому, кто знает и конечное провидит. На этих «почему» день-ночь тону, найти с ответами неведомую книгу. Молился, плакал, Бога вопрошал. Йо послал мне Библию на русском. Грехи и праведность историю вершат. Путь изберём, широкий или узкий. Все тысячи и сонные почему? На 72-й псалом сместились. Энциклопедий сотни, но гимн тому псалму, но с утирающему знатым и маститым. Бог и Его, ва савов Господь, незримо, исподволь и нежно подправляет. Болезнями, несчастьями врачует душу, плоть. И всё дрожжи, стёжки направляет к Раю. Игнатий Тихонович Латков.